Добрый день, дамы и пане, волом со Владиславом Куликовым ведуцем культурного отделения Русской амбасады на Словенску и тлачевого атташе. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Вадим Биркин, продуцент фильма «Балканская медзия». Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина, дамы и пана Андрея Волгина, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина. Также хотел бы с вам весь кратко повыдать, что в рамках того, кто фестивалю Русской Федерации, бы мало понукнуть 7 тех, кто в наилепших фильмах. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина. Добрый день, дамы и пана Андрея Волгина, дамы и пана Андрея Волгина, дамы и пана Андрея Волгина. Уже я имущество, что этот фестиваль, эти вероятные праглядки, закончили о будущем. Также с насчется, а сейчас попросил бы вас, клачок, мать, на наших гостей, не так, а также не к сапачьим. Вы можете в Русский или в Словенщин, потому что мама здесь закладажа, так даже не к сапачи. Вопрос от информагентства «ТАСК» Какие у вас обитания от фестиваля Кому конкретный вопрос? Добрый вечер Мы только сегодня прилетели У вас прекрасная погода И у вас чудесный город Мы очень сильно посмотрели Но уже немножко прошли сегодня И очень довольны Ожидания От конкретно нашего фильма Хочется, чтобы Люди Посмотрели И поняли, что наше кино Оно сейчас В стадии хорошего развития И я надеюсь, это будет видно По качеству картины От всего набора фильмов Это прекрасная инициатива Что такие вещи происходят И проходят в других странах И я надеюсь, что зритель Который их увидит Он поймет Как бы все разнообразие Представленного контента Сейчас здесь у вас В стране, в городе Добрый вечер Кино Это один из языков общения Общения между людьми Между народами Между странами Поэтому Хорошо, когда мы в Москве Благодаря Господам Георгианам Смотрим словацкое кино Хорошо, когда Благодаря российскому посольству Опять же Господам Георгианам Мы можем показать Российское кино В Братиславе В Словакии Потому что это язык общения Людям нужно общаться Нужно дружить И мы познаем Друг друга В том числе Через кино Через универсальный Мировой киноязык И мы рады Что действительно Вам представлены Лучшие образцы Не скромно может быть Но в том числе Фильм «Балканский рубеж» Спасибо Пожалуйста В ТВ Пожалуйста Невеча Несмолодского Радио Сочекова Вопрос Господин Геваркиану Семь фильмов Это и много и мало По какому принципу Вы подбирали На этот раз Фильмы? Ну Хочется Показать Лучшее Что у нас есть Из нашего Российского кинематографа Поэтому Подбирали Наверное По принципу В первую очередь Картины Которые Получили Какие-то Зрительские Положительные Отзывы Призы На различных Кинофестивалях Киносмотрах Также Естественно Хотелось Показать Фильмы Которые Без которых Наверное Ни один большой Кинематограф не существует Это фильмы Которые Так называемые Коммерчески Успешные Вот Собственно «Балканский рубеж» Один из таких Фильмов Который Представлен В нашей программе И Собственно Почему мы Открываемся Картиной Ритмия Потому что Собственно Ну наверное Такую картину Стоит показывать И такой картиной Стоит открывать Такие мероприятия Потому что Она получила Очень много призов И в России И в Карловых Варах И Собственно Надеемся Сегодня вы Посмотрите И оцените Его достоинства Вот принцип Примерно такой Хорошее кино И коммерчески Успешное кино Жизнь Достаточно Сложная То Фильмы О которых Вы говорите Они В общем-то Тяжелые Домы Какая-то Комедия Есть На этот раз У вас Фильмов Очень много Комедийных Я бы так Сказал Чистых Чистых Комедий Конечно Нету Ну вот В следующий Раз Возможно Что-то Будет Развлекательное Кино Ну и на Париж На Париж На Париж На Кобеде Ну Так Можно Так Ну а что Для молодежи Такое Что-то такое Что молодежь Особенно Прилечет Потому что Вы сами Понимаете Прекрасно Что за силой Американских Фильмов А чем Пустит Пневмоток Может Вот так Такая фишка Для молодежи Драматургия Открытие Ну я думаю Что если Мое мнение То в общем-то Все фильмы Здесь Они По крайней мере В России Были Оценены Молодежи Потому что Какие-то из них Получили Как я говорил Призы Какие-то из них В общем-то Зритель проголосовал Рублем Как у нас говорят Поэтому Для молодежи В общем-то Я думаю Что актуальны Будут все эти фильмы Но Тот же фильм Т-34 Который Или Балканский рубеж Фильмы Кассовые Фильмы С большим количеством Экшн-сцен Большим количеством Хорошей компьютерной графики И сделанные Действительно На хорошем Техническом уровне В общем-то И за который Не стыдно Ну а фильм На Париж Уже На него ссылались Он О пацанах О ребятах Молодых Которые Просто Им так Не повезло Их юность И молодость Практически Прошли В окопах В танках На фронте И они Остались Молодыми Веселыми Безнерадостными Безбашенными И вот Фильм об этом Они молодые Хочется жить Война закончилась И там И приключения И любовь И глупость И все Вот То что Молодость Себе может Позволить Вот пока Так все Ну Просто это На фоне Войны Война закончилась В 45-й год Если вы не видели Посмотрите Это Неожиданно Удачно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует На фоне На фоне На Ukrainian На фоне На фоне На фоне Молодость зашıl Молодость Молодость Молододуп Ост Puis Удача Бог От Семь Молодast какие были отмены на выбор фильмов, которые привезли со собой. Мы хотели принести выборные фильмы, которые были в Русской Федерации и на фестивалях выборные огласы, а также фильмы, которые были коммерчески успешными. Это фильмы, которые получили премии и цены. И вот эти фильмы вы можете увидеть, которые мы принесли. Дальше вопрос, что фильмы от РТВС довольно тяжелые. Есть и комедии? Комедии в принципе нет, хотя фильм «На Париж» в самом себе есть комедиа. Это фильмы, которые вы могли привезли со собой, которые вы могли бы привезли. Это фильмы, которые были в Русской Федерации сильные огласы между младенцами. В основном все фильмы были для младенцами. Например, фильм «Т-34» или фильм «На Париж», который рассказывал о младых русских достоинниках, которые выбрали до Парижа по скончании войны. Они делают глупости, они молодые. Они хотят им жить. Это конец войны. В принципе, тем-то, тем-то основу, а и сейчас, ну, младежь. В принципе, это бы было в шестом. Я бы добавлю еще. Добавлю не по-словацки, а по-русски. Почему еще нужны такие недели? То есть вот и российский рынок, кинорынок, и словацкий, он полностью заполнен голливудской продукцией американской. И даже российские фильмы очень сложно выходят на экран. Они выходят, но не таким масштабом, не такой прокатной мощью, как голливудское кино. Вот у нас Андрей занимается трейлер-хаус, который делает как раз промо для всех этих американских фильмов. То есть их море. Они заполняют рынок. Русское кино все-таки пробивается. Очень невозможно, допустим, вот я даже не могу представить сейчас, чтобы мы организовали прокат словацкого фильма в России. Невозможно. Вот я попытался сделать прокат фильма «Южный ветер». Это сербское кино. Собрало очень много денег по валканским странам. Ни один прокатчик этот фильм не взял. Ну, просто или наше, или американское. То же самое здесь. Или словацкое, изредка европейское, или американское. Такие недели позволяют показывать кино. Кино сделано для зрителя. И нужно до этого зрителя доходить. Поэтому такие недели словацкого кино в России и российского в Словакии, они просто необходимы. Хочу бы тебе попросить. Хочу бы еще добавить, что почему такие дни фильмов и полезные, потому что трех фильмов, трех, трех я заплавлен американскими фильмами, а русских фильмов, в загоранично презентованных, померно мало. То есть мы хотим рекламировать эти фильмы. Два слова именно про фильм «Балканский рубеж» хочу сказать. Обратите внимание, что это на самом деле несколько. На самом деле это вот яркий пример сотрудничества кинематографистов разных стран. В работе, вот они ребята лучше скажут, в работе над этим фильмом были задействованы кинематографисты нескольких стран, в том числе и Словакии. И, в общем-то, один из генеральных продюсеров этой картины, господин Васил Шевц. И он просто не смог приехать сегодня, но в день показа картины, послезавтра, мы надеемся, что он будет. И будет. Почему мы поставили картину на 30-е? Потому что это тот день, когда может приехать звезда, в общем-то, европейского кино, господин Гойко Митич. Вы, наверное, знаете этого актера. Вот он одной из главных ролей в этом фильме сыграл. Главный дядь Советского Союза. Да, да, да. Я был мальчиком, когда вот появились эти фильмы производства ДЭПа, Федеровской студии, где он играл вот эту вот главную роль индейца. И мы тогда знать не знали, но их несколько было, да. Мы знать не знали, что такое качаться, что такое культуризм, да. Все девушки были влюблены в него, вот в Советском Союзе во всяком случае. Все ребята, мальчики, старались ему подражать, быть спортивными, такими жилов и бессмелыми. Он был идолом в то время для нас. Вот он 30-го должен приехать, он очень занят, снимается сейчас в Берлине, и он полетит на один день буквально, чтобы тоже представить картину. И господин Васина Шефц тоже обещал, так что это и славанская картинка тоже. Хотел бы сам еще дополнить о фильме «Валканская линя». Этот фильм является основным примером международной сполупрати, в которой участвовали фильмы из многих стран, например, и пан Шефц. Шефц был слоевским продуктом, который участвовал на этом фильме. Почему мы его дали на 30. ноября? Он был очень популярным, и между парцами, и между девчатами, которые были до него залубены. Таким образом, мы ждем до 30-го, эту большую везду между нами. Кстати, фильм «Балканский рубеж», идея создания этого фильма принадлежит словаку Василу Шефцу. Он как-то в разговоре с Гошей Куценко, они общались, и он спрашивает… Гоша Куценко – это наша звезда. Да, да. Васил спрашивает, а почему вы не снимаете фильмы о своем вот недавнем прошлом, не только про Великую Отечественную войну, или Вторую мировую войну, революцию или какие-то другие события. Почему про сегодняшний день ближние события не рассматривать? Вот, например, марш-бросок из Боснии в Косово. И они, значит, говорят, а давай, а давай. Ну, потом привлекли уже меня, потом режиссера, и мы… И все это произошло. А идея изначально исходила от Васила Шефца. Треба сказать еще к фильму «Балканская линя», что првотная мыслинка из Словенского от пана Шефца, который спросил, почему не накручали фильмы о близкой минусе, о революции и о давней минусе, о войне. И так была идея накрутить фильм о балканской войне с недавней минусе. Взникла мыслинка а потом уже все разбегло. Припоялись остальные специалисты а фильм был наточен. А кем этот фильм уже был, демонстрировался кроме России, а не живым? Сейчас ответим. Да. Фильм демонстрировался в балканских странах, в Сербии, в России. Сейчас он готовится к прокату в других странах мира. Это Китай, Япония, франкоязычные территории, Германия, Польша, Тайвань и ряд других стран. Они потихонечку приобретают права на этот фильм для демонстрации. Но так фильм участвовал в программе Международного Шахайского кинофестиваля, в официальной программе. Там «Шелковый пояс» называлась программа лучших международных фильмов. И он оказался еще у пиратов в Китае. Сейчас его оттуда вычистили. Так вот, после этого произошло голосование на их сайте duban.com Это типа мирового сайта IMDB или российского кинопоиска. То есть, такие киносайты крупные. И фильм оказался на третьем месте среди военных фильмов двадцать первого века. На первом месте «13 часов тайны солдаты Бенгази», на втором месте британская картина, на третьем «Балканский рубеж». А издание «Сохо» это крупнейшее издание Китая, то есть, сотни миллионов подписчиков, значит, они назвали фильм сенсацией. То есть, поэтому, даже еще не выйдя в Китай, он уже привлек там интерес. Сейчас мы ждем разрешения цензуры, китайской цензуры, там все фильмы проходят цензуру. Коммунистической партии, да, кинобюро, так называемое у них так и называется. Ну, это не страшно, это не странно, «Движение вверх», фильм российский, он год ждал разрешения в Китае, и он его получил. Поэтому, фильм живет, он живет, когда он задумывается, когда он снимается, когда он прокатывается, и существуют фильмы, скажем так, одноразовые, однодневки, да, а существуют те фильмы, которые живут, 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 живут. Вот, нам повезло, что нам удалось именно такой фильм снять, который с долгой, с долгой, и надеемся успешной жизнью. сегодня он, кстати, идет на фестивале в Лондоне. 26-го уже показывали, да, и сейчас он показывается вот по всем неделям российского кино во всех странах. если их вспоминать, то, ну, и все страны Восточной Европы, и Чехия, и Румыния, и Словакия, и Венгрия, в Германии сегодня идет, а 26-го шел в Лондоне. Вот, на многих, то есть, фильм пошел, люди его смотрят, и, так сказать, мы вот ездим, представляем кино в разных странах. Отажка, где било, где са уже предметал фильм «Валканская линя». Фильм «Валканская линя» са привета уже в многих краинах Европы, на Балкане, в Русской federации, в Польску, в Немецку. Боли пригласен на фильмовый festival до Шанхайу, он там недостал до поволения. Но, он был знамен на чинском трхе, потому что в фильмовое страники могут быть вебовым, где можно дивцы гласовать. В том-то гласовании он достал «Валканская линя». Боли русский фильм «Салдат Бенгази». А, американский фильм. Майкл Бэй, режиссёр, который трансформировал. Другой фильм был «Валканская линя». Чиже сейчас до Чины на официальное предметание этого фильма. Например, фильм «ЖИЕ СВОЙ Живот». Например, фильм «Движение верф», который «ПОХИБ НАХОР». «ЧАКАЛ РОК», «АЖ КИМ» «ДОСТАЛ» «СВЕТКИ СВОЕ ПОВОЛЕНИЯ». Так что, этот фильм сейчас премьет во всех странах В. Европы, в Немецке. Так что, мы начинаем презентовать фильм, чтобы достать фильм. Пожалуйста. Гребер Словак. Я бы сам рад спросил о подминках сущасных русской кинематографии в связи с творцами, драматургии, производства и дистрибуции. Потому что слоевские и европы фильмы, в основном, в связи с дотованием, очень тяжело для молодых творцов, а производители тоже не имеют риск с тих фильмов, потому что этот систем, как на системе грантов, не существует, потому что тут не существует хорбутская продукция, а так далее. Какая ситуация в Русске? Что касается молодых talentов, а потом еще одна вопроса, как это будет завершено на коопродукции, потому что тут достаточно мало коопродукций, в связи с тем, что есть мало коопродукций, а потом есть слабая дистрибуция, даже тем, чем нет, где примет, а где нет, где нет, а где нет, этот голливудский систем. Вопрос, какая ситуация на российском киноринке с точки зрения сотрудничества продюсер, режиссер и все участвующие в создании фильма, потому что, например, какую возможность имеют молодые, молодые режиссеры, кинематографы, молодые, которые, потому что сейчас добыться успеха очень трудно. Молодые таланты работают, и они на основе каких-либо грантов, откуда берут финансовые средства. Следующий вопрос касательно сотрудничества коопродукции. Могли бы ли пару слов к этому сказать? Любовь, любовь. Ну, скажи, сотрудничество. Могу сказать за образование. Могу сказать за образование. У нас сейчас большое количество открывается киношколы, уже открыто, достаточно серьезных, которые выпускают каждый год большое количество кадров. Кинокадров – это режиссеры монтажа, это операторы, это сценаристы, это режиссеры и так далее. И весь круг стафа, который задействован на производстве фильмов. У нас сейчас большое количество, реально большое, и не только в Москве, в Санкт-Петербурге и в регионах открываются киношколы, причем с хорошей финансовой поддержкой государства и с финансовой поддержкой сторонних инвесторов. Так что в плане кадров мы сейчас не беспокоимся, всегда нехватка идей во всем кино, всегда она есть, и в голливудском, и в нашем. И везде всегда главная эта идея. Могу сказать только со своей стороны то, что я вижу, реально происходит на рынке. По поводу новых, молодых, успешных, и как им прокладывать себе дорогу, в России сейчас стало намного проще, потому что у нас сейчас ищут именно талантливых людей, которые могут что-то производить. Раньше это были такие закрытые группы, скажем так, которые занимались производством. Но сейчас большое количество появилось продюсеров и продюсерских центров, инвестиционных всяких историй. И в связи с этим молодым пробиться достаточно легко. Если есть хорошая история, которую они правильно преподают и продают, то как бы сейчас в России реально снимать кино, не имея родственников, там, больших связей и так далее. Главное сейчас талант у нас. То есть мы выходим уже на тот уровень, когда главное, что за человек, что он несёт, и на него смотрит и обращает внимание, даёт ему возможность действовать и развиваться. Что касается ситуации на фильмовом труду в Русской federации, в Русской области, Возникает много филмарских школ, которая выхожает молодые, филмарские кадры от камеры, режиссера, сценарии и так далее. Не только в Москве, но и в остальных русских регионах. Штат выделяет финансовые средства на поддержку молодых talentов. Довольствие, чтобы была хорошая идея, а потом накручать фильм не так тяжело, потому что финансовые средства были со стороны штата выделены. Прежде всего, молодые люди сейчас легче доставят в накручание, потому что, когда были такие затворенные скупины, они не пустят между собой, а теперь, наоборот, выхладываются молодые talentы. И еще одна тенденция. Сейчас в России бум короткометражного кино. То есть очень много короткометражных фильмов. Это связано с тем, что действительно много кадров, которым нужно где-то себя в чем-то выражать. Это связано с технологизацией. Можно снять на мобильный телефон, если у тебя есть хорошая идея, и выстрелить. То есть успешно. Соответственно, киношколы – это тоже короткометражное кино, в основном, потому что пока молодому режиссеру продюсеры доверяют, но не так, чтобы можно было большой бюджет поручить, и так далее. Поэтому все идет с открыткой короткометражного кино. И, кроме того, продюсеры начали понимать, что, Андрей прав, что нужно искать и взращивать. И многие продюсеры большого кино, они поддерживают короткий метр. Может, не скромно, но, допустим, снимали «Балканский рубеж», параллельно я продюсировал короткометражное кино. И фильм Антона Сазонова «Отпуск» взял на международном фестивале «Балкарно», главный приз лучшего режиссера. То есть сейчас он, еще один крупнейший, не буду называть, до 10-го числа запрещено, на один крупнейший фестиваль его взяли опять в официальную программу. И так каждый продюсер понимает, что нужно что-то взращивать, и все это через короткометражное кино и через рекламу. То есть очень много людей в рекламе себя могут показать. Снимая рекламу, ты уже показываешь, какие, скажем так, киноязыком, какие предлагаемые апсайты ты можешь создать в продукте. Поэтому бум есть, кино есть. По поводу сопродюсирования, ко-продакшена, по поводу ко-продакшена, мы «Балканский рубеж» снимали совместно с Сербией. Мы совместно с Сербией, Россией и Сербией. И это тоже сейчас развивается, правда, не так активно, как хотелось бы, потому что, скажем так, в России бюджеты больше фильмов, чем может предоставить, допустим, Евримаш и помочь. И, соответственно, на большие фильмы ко-продакшена мало. А вот как раз на авторское кино, на молодежное кино очень много ко-продакшена. Или вот в нашем случае, когда это стороновое сотрудничество. Спасибо. Кстати, вот пример яркий, как раз Андрей Волгин, молодой, талантливый очень. Он сделал этот большой фильм. Он уже не снимал и короткий метр, и ролики, и рекламу. Он для нас сделал, я его не знал, для нашего проекта, для нашего фильма. Сделал тизер, это как рекламный ролик. Который, кому ему не показываешь, а кто это сделал? Как замечательно. Вот ему доверили такое большое, дорогое кино. Он справился, сделал, все, он уже в большом кино сегодня. И я просто рад, потому что он очень талантливый человек. Он очень приятно наблюдать за его успехом. Вот яркий пример. В Русску сейчас я великый бум краткометражного фильма. Субисит то и с разворотом технологии. Можете наточить фильм на мобильный телефон. Ваши фильмы школьные школы, в основном, в творчестве краткометражных фильмов. Самое, производители глядают младые таланты, но младые таланты не накручивают великые фильмы. Они накручивают краткометражные фильмы, а тихо прямо глядают младые таланты. Сам, когда я накручивал великый фильм, в котором я подпорил великого таланты, который накручивал краткометражный фильм, который наконец на фестивале зискал цену. Дальшим жанром я реклама. Накручивание рекламы, а также накручивание квалитной рекламы. Что касается копродукции, фильм «Балканская линя» это копродукционный фильм, на котором сполупраковано Русско и Србско. Но самозревле копродукция во великых фильмах не менее, а в краткометражных фильмах са та копродукция успешно развија. Добре. 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 Ну, наверно, в первую чере страны восточной Европы. Добре. Традиционно. Ну да. Традиционно, в Франции, Германии довольно хорошо относятся к нашему кино. Тут сложно сказать, здесь есть, скажем так, допустим, японцы очень любят наши военные фильмы. Тут есть определенные жанровые предпочтения. Ну, скажем так, лет, наверное, 10-15 назад русское кино, ну, ему, наверное, не доверяли. То есть кинорынка, как правило, проходили мимо, спрашивали, спарили и проходили мимо. То есть сейчас уже, ну, стоят очереди, тоже неправильно сказать, но, по крайней мере, повышенный интерес к нашему кино, к нашей анимации. И, ну, вообще, так, в общем-то, как говорят, production value очень сильно вырос в российском кино. Поэтому, в общем-то, да. Ну, сейчас бьются рекорды анимации. Маша Медведь. Не только Маша Медведь, анимация бьет рекорды, да, потому что сейчас ее стали реально покупать. У нас хорошие истории, которые востребованы, особенно во Франции, в Израиле. Поговорили про Израиле, я в Израиле. Ваш Медведь вообще первый проходит с анимацией. Смешарики. То есть есть хороший сериал анимационный и фильмы стали покупать. То есть, как бы, люди, американские студии в том числе, вкладывают смысл деньги в российскую анимацию. Очень важно понимать то, что где российская анимация, там уже и российское кино. Потому что есть большие российские релизы, которые без американских студий уже не отходятся. Которые, да, они там, снимаются в том числе за деньги Gracias. То есть как бы все развивается. Процесс идет, он развивается и достаточно хорошо развивается. Главное, чтобы он развивался дальше. У нас не осталось незамеченным то, что мультипликация пользуется таким спросом в нашей стране и в зарубежном. Совершенно буквально на днях было принято. У нас два источника основных государственного финансирования российского кино. Это непосредственно Министерство культуры и фонд поддержки отечественного кино. Это бюджетные средства, которые они ежегодно, какую-то сумму, которую выделяется государством, они распределяют на конкурсной основе среди российских киностюм. Конкретно, совершенно конкретные фильмы проходят конкурсы, очень жесткие. Буквально на днях было принято решение, что фонд кино поддержит стопроцентное финансирование бюджета российским полнометражным мультфильмам для детской и семейной аудитории. То есть они получат 100% своего бюджета на производство кино безвозвратно. То есть у нас есть форма поддержки, частичная поддержка, подположим, от 10 до 50% бюджета государства дает. Есть возвратные средства, которые производитель обязан возместить после того, как фильм завершит и выйдет прокат. А это безвозвратное, то есть 100% финансирование всего бюджета и деньги не возвращать не нужно. Но это дается, конечно, почему было принято такое решение, потому что эти мастера, они доказали, что они делают действительно кино, которое не просто красивое, не просто хорошее, не просто сделано технически хорошо, потому что она окупается, она приносит действительно хорошие деньги. Эти фильмы, практически все полнометражные фильмы мультипликационные окупает Китай полностью. Они и в России окупаются уже. Поэтому вот принято такое решение, обратили внимание. Я хочу отдать должное вашему телевидению. У вас очень довольно активно показывают наше кино, в том числе и мультипликационные фильмы. Это, конечно, другая акупатура, большая, более широкая. Мы просто в курсе, что наиболее интересные мультипликационные фильмы, в том числе полнометражные, словатские телевидения, в общем-то, не обходят меня. После добавления, что в соответствии с славанскими законами, если показывать, например, кино или фильм, неважно что, детская аудитория, то требуется полнометражка. То есть просто титрами на славанском языке это будет недостаточно. Что, перейдешь? В каких краинах с русскими фильмами наиболее популярнейшие? В принципе, во всех краинах в веходной Европе традиционными отберателям наших фильмов есть Французско, Немецко, Японско. Японско са влажно замерява на воиновые фильмы. Наприклад, пред 10-15 роками русский фильм немал аж таку двоверу. Тащко са присадзовал, но сейчас русский фильм о многом высшеме, а в главном фильме о фильмах, а фильмах для детей, которые сейчас имеют очень большой бум. До конца, они также заработные. На такие фильмы уже на сполупраку примут, а например, с США, которые, которые сполупракуют при накручивании таких фильмов. Чисто, что развитие, развитие, развитие финансовые средства, которые, например, выдели и Министерство культуры Русской Федерации с розпочтой. Су это розпочтовые средства. Фильм, который идет на сутяш, а если сутяшим успешным, достава финансовые средства. Тие плащи, или плащи на фильмы, которые на фильмы могут, например, покрыть 100% фильмов, а в главном фильме, 100%, а также такие, которые, например, 50% финансовые средства достают финансовые средства. А успешные фильмы, talentованные фильмы, например, финансовые средства, вовремя не будут вернуться. Причем это так, потому что успешные фильмы, которые имеют очень хорошую форму, которые были до них вложены, очень быстро зарабатывают фильмы. Например, Чина покупает все русские фильмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова essen Субтитров А.Семкин iTunes Детские фильмы должны быть плотно проложены в Словенщине. Не идет то, что через титулки. Поэтому это немного наручнейший процесс. Коллеги, нам нужно заканчивать. Время на один вопрос короткий. Если нет, тогда давайте закончим. Не хочу. Я бы хотел спросить, что производство производства, сколько в России производится в русском фильмы, а какой будет председатель премьерного фильма из будущего. В основном, что там есть плотно, телевизия или какие-то гарантии. Вопрос, скорее, к продюсерам. Какое количество фильмов в год снимается сейчас в России? И второй вопрос, что касается финансовых средств. Какой размер бюджета снятия вот такой картины со современности? Откуда текут финансовые средства? Есть фонды? Есть гранты? Какая проблема? Телевизия, компродукция. Если говорить о количестве фильмов, то если по количеству выданных удостоверений национального фильма, это вот документ, главный документ о том, что кино можно снимать, это освобождение от НДС, то их сейчас в России год где-то уже свыше 200. Уже свыше 200 полнометражных фильмов. Мы не говорим про сериалы, про документы. Это вот подковый цикл. Надеюсь, я не ошибаюсь. Что это важно, чтобы фильм был предметан, это освобождение от ДПХ. Таких фильмов сейчас в России предметает почти 200. Или на конкурсах. Но не все доходят до Большого выкрады. Но не все фильмы потом идут до большей дистрибуции. А то сухранные, а также документы? Документальные или художественные? Художественные. Да, то сухранные. Следующее. По поводу бюджета. По закону в государственных финансировании не должно превышать 70% бюджета Финга. Чаще эта цифра идет от 10%, это вот допустим наш фильм, до 70%. Деньги выделяются или Министерством культуры на государственную поддержку, или фондом кино. Фонд кино выделяет деньги невозвратные, или возвратные, или частично возвратные. Фильмовый фонд выделяет пенажи ненавратные, или частично навратные. Раньше практиковалось выплату процентов по кредиту, если вы берете кредит на съемки фильмов, то фонд кино мог выплачивать проценты и за вас. Но потом отказались. Кедеси то было так, что например фильмовый фонд мог за вас за вас заплатить за вас? Сейчас в России очень активно, очень активно развивается система ребейтов. Возврат. 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 И сумма от 25 до 35% некоторых по разным регионам. Это региональные. Ну, по пункту скажу, что если иностранные компании сейчас будут снимать фильм в России, то ей возврат будет составлять от 35 до 40% потраченных средств. Как, например, накрутиться в русскую заграничную сполочность, так я просто редко буду от 35 до 40%. Ну, кроме того, существуют частные инвестиции, окроме того, существуют укромные инвестиции, инвестируют в дистрибуторские компании, прокачки. В дистрибуторские сполочности инвестуют и телевидение, а телевизия. Коллеги, мы уже вынуждены заканчивать, через 10 минут у нас уже начинается открытие фестиваля, поэтому, позвольте, я от Вашего имя, во-первых, спасибо, что Вы все пришли, и позвольте от имени наших российских гостей поблагодарить Вас за присутствие. Я надеюсь, мы сейчас все с Вами получим удовольствие от той картины, которую нам предстоит посмотреть. Спасибо большое. Спасибо большое. Ура. Спасибо. Спасибо.